Вопросы охраны труда рассмотрены сегодня на заседании Межведомственной комиссии в администрации города. Вначале подвели итоги городского конкурса по этой теме. Его участниками стали пять бюджетных организаций. Благодарственные письма вручили представителям Управления образования и детского сада «Брусничка». В тройке лидеров – Центр Елена, спортшкола Олимпийского резерва «Фортуна» и четвертая школа. У них первое, второе и третье места соответственно. После торжественного момента члены комиссии по охране труда перешли к рассмотрению вопроса о несчастном случае на производстве. Он произошел в конце августа с водителем большегруза в районе Таркасале. Мужчина работал у губкинского индивидуального предпринимателя. Вид происшествия – это дороже транспортное происшествие. Согласно медицинскому заключению больницы города Таркасале, характер полученных повреждений классифицируется как тяжелый. Работодатели ему восстанавливал ОМС в связи с тем, что он у него был потерян. Полис медицинского страхования в данный момент он у него был утерян. Мы его восстанавливали, передавали в больницу. Его по полису ОМС транспортировали санбортом в ноябрьскую городскую больницу. Пострадавшему водителю 1949 года рождения потребовалась экстренная медицинская помощь и операция. Виновник аварии в настоящее время не определен. Случай произошел с водителем автомобиля, который демонтировал колесо, и другой водитель совершил наезд. То есть сейчас случай наступил в результате ДТП. Но расследование окончательно не закончено, так как органы следствия еще продолжаются, и материалы дела будут пересмотрены. По информации, которую предоставил работодатель, оказана была финансовая помощь. Изначально эта помощь была доставка в больницу пострадавшего. Также далее была оказана финансовая помощь, конкретно приобретены импланты для реабилитации. По итогам заседания представители комиссии подчеркнули важность соблюдения техники безопасности на любом производстве. Также отмечена необходимость введения программы производственного контроля за охраной труда. Следующее заседание Межведомственной комиссии намечено на ноябрь.